Чемпион После прослушивания интервью Лекса Которое он говорил Заинтересовался Зашел на форум, скачал, поиграл Познакомился с ребятами Собрались за 4-3 дня Может быть за 5, не буду врать В понедельник списался Начали играть, где-то ближе к пятнице К турниру, когда вышел уже игровой Играбельный патч Мы более-менее побегали И приехали, взяли первое место Можно так сказать, ничего не задумывали особо Ну да, команд конечно было Может быть сейчас не очень много, но это просто По причине того, что вон, оргии уже Как рано провели, достаточно неплохой турнир Обидно конечно, что больше команд не приехало Не знаю, там погода, что Надеюсь там в интернете и в целом Я думаю там уже те разработчики Игры уже сами скажут, сколько будет турнира Вот у тебя вкратце Как ты, вот ты буквально недавно в эту игрушку поиграл Я ведь в нее тоже, в принципе Наверное как и ты, там тестирую, бегаю Что-то смотрю, но больше конечно смотрю В разрезе вообще, из этой игры можно ли выжать Да, из как, именно из как сбалансированной дисциплины Что-то в будущем Вот твое субъективное мнение, как ты считаешь Вот если будут постоянно, вот отталкиваясь от фидбэка Да, игроков, ребята будут над ней работать Есть смысл вообще? Есть интерес? Я думаю есть Во-первых, сейчас достаточно большой Упор сделан на поддержку пользователей Они оставляют свои комментарии на форуме Это все правится быстро достаточно Сразу люди смотрят, смотрят нравится, не нравится Говорят об этом Именно в этом мне понравилось очень сильно отношение администрации проектора И разработчиков, как они подстраиваются под киберспорт Это обзнадеживает, да КС не развивается в плане, ну скажут, там Убрать, там через 5 лет попилят Подделают что-нибудь, новые карты сделают А тут прям живой проект Живет своей жизнью, он начинает только жить И это радует очень сильно А кстати, ты сказал, да, вот по поводу интервью Что смотрел, ты получается с Counter-Strike связан плотно, да? Да, я с Counter-Strike связан плотно Но такого успеха на лане в Counter-Strike, конечно, трудно добиться За киберспортом следишь давно? За киберспортом слежу давно Мы еще с тобой в проекте Recruit.ru когда-то были Да? Да А мы знакомы? На сходках Мы так, знакомые знакомых, грубо говоря А ты работал, да? Ты именно работал? Нет, нет, нет Вместе мы были, помнишь, там были старые составы такие Младшие по контре, как будто начальные Потом эту тему прикрыли просто И ну вот Помню, здорово Так, а вообще с точки зрения командной игры И так, в паре слов Вот именно Там же много, да, режимов этой игрушки? Много Саботажа, Capture the Flag и так далее Скажу честно, мне, конечно, больше всего интересен режим саботаж Понятное дело, главная концепция кс-а Д-карт, да? Две бомбы Ну, два места, две бомбы и так далее Ребята вроде искренне Ну, разработчики заинтересованы в развитии, да? То есть будут новые карты делать и так далее Вот если так, вкратце Можешь сказать, вот что ты сейчас Вот сейчас невооруженным взглядом Реально видишь Где нужно работать Вот где еще серьезный такой фронт Я так, я уверен, услышат и сами разработчики И так далее, как думаешь? Ну, я бы сказал, что сейчас серьезно Нужно работать над балансом карт Некоторые вещи по поводу респов Есть вопросы Есть вопросы, когда раунды заканчиваются Просто так баги есть Такие просто неприятные Гранаты в руках взрываются Я не знаю еще И вообще карты Флэшки и хаешки Такие На тренинге, как в контре Сейчас трудно кидать Потому что нет грубоя прицела И летят они дугой Камера стоит не очень удобно Из-за углов Можно вот так палить И тебя особо не убьют Ты дашь инфу Просто уйдешь Такого в контре нету Если бы в контре такое было Это было бы, конечно, да Позиции, да? На самом деле, я понял Есть, куда можно залазить Такие полубаговые Позиции полубаговые сейчас есть Да, некоторые пользуются Вот Это достаточно тяжко влияет На сам геймплей В плане такой шарности Достаточно шаровые Очень часто играют А как вот, кстати Вот такой, наверное Один из последних Именно про саму игру Вот я поиграл Скажу честно Некоторые моменты Связаны с Вот если мы говорим Про паблик серверы Там, где люди все рубятся Вначале вообще было Разделено на уровни 0-6 А потом 6-60 Сейчас уже добавился Вторая категория Но ты как считаешь Может быть еще больше Добавить категории Потому что Вот с моего субъективного чувства Я заходил Я прям сразу чувствовал Разницу между уровнями Люди гораздо быстрее убивают Их тяжелее убивать Какие-то фишки там Было такое? Я когда первый раз зашел Я подумал Что это за тема такая Парень просто бежит Я в голову стреляю Чисто два раза Зажим Спрей Вплотную Ну он не умирает Тип просто Разворачивается Да, разворачивается Убивает просто И дальше несется Еще убивает Вот Ну я долго негодовал Потом почитал форум Посмотрел Как правильно что делать В принципе Посмотрел Как люди другие играют От этого отталкивался Вот в этих паблик режимах В них достаточно сложно Но возможно прокачаться В начальное оружие Просто нужно знать Какое оружие брать И как стрелять А в плане разделения по уровням Сейчас очень большая проблема Что игроков мало И разрыв тех кто начинает И те кто уже месяц Закрыто Тестирование Большой Есть человек Кторый 29 уровня Уже на сервере Скоро будет 30 Он возьмет Вот Это очень сильно влияет В плане Привлекательность Даже для молодых игроков Которые приходят Смотрят Что это такое Меня убивает Просто парень Непонятно Но они в принципе Сами как бы Заходят на серваки Которые больше По уровню Чем они Потому что игроков Молодых мало Они заходят там Где играется весь народ Основная масса Да Там можно заходить На сервер Где играют крутые В принципе нелогично Да Лучше подниматься постепенно Да А так Я думаю Нашим ребятам Сайта Будет просто интересно Получается Вот все те новости И вообще Все те Короткие интервью Или какие-то наши Мои может быть Высказывания Еще кого-то Тебе вот Информация Что Virtus.pro Сейчас работает Над мультивегеймингом Плотно И будут набираться составы Она тебе была интересна Да Она у меня была Привлекательна очень сильно Поэтому во многом Да Ты во рынок установил Ну да Конечно Я решил попробовать Ну раз такие люди Интересуются Значит хорошая Можно ожидать Люди такие же простые Ну просто да Сейчас эти хочется А тем более Лично мы например Первый наш интерес Сразу был связан С новостью о ВЦГ Как только увидел Две дисциплины Мне стало интересно А дальше Что за игрушки Потестировал Point Blank Crossfire Не скажу что супер глубоко Но вот тут конечно Ну чисто мне Дикую радость Но не то что радость Маленький такой оптимизм Вызывает то что Разработчики почти все русские И ребята реально отвечают сразу Да Ну даже в Вентрили С разработчиками Есть во что верить Да Скажем Есть В плане современных игр Ладно Тогда еще раз Поздравляем тебя С этой хорошей победой Спасибо за выступление Я думаю еще Будем общаться Все Спасибо Спасибо всей нашей аудитории Виртус Про Большое